В Омске живет коллекционер уникальных часов легендарной швейцарской марки. В собрании Геннадия Васина более 20 моделей, которые он сам реставрирует, находит детали, представляет себе на помойках. Подробнее об увлечении Сипирика расскажут мои коллеги. Вот смотри, эти делались, вот просто шпон наклеенный, да? А на этих он, ему не интересно было делать одну и ту же. Он тут шпон, это не шпон здесь, а здесь металл. Металл, при том латунь и посеребренный металл такой тонкий. А на этих то же самое. Ему так же интересно было делать. Он вот в этот шпон вделывал еще инкрустация. Это инкрустация шпоном другого цвета. Двух одинаковых часов фирмы Генри Мозер и Ко в мире не существует. Если механизмы взаимозаменяемы, то корпуса всегда уникальны. Мозеровские хронометры два века назад очень ценились в России. Первый магазин в Санкт-Петербурге был открыт в 1828 году. Затем появились филиалы в Москве, Киеве и представительство на Нижегородской ярмарке, через которую часы попадали в Азию. Специально для своего бизнеса в России Мозер организовал целую фабрику в Швейцарии. Именно часы Мозера использовал ювелир Фаберже для своих творений. Недаром швейцарская фирма была официальным поставщиком российского императорского двора. Омский умелец так любит именно эту марку за ее уникальность. И задача стоит вернуть часам вид и характеристики, которые закладывал легендарный мастер Генри Мозер. Вот надо делать так, как оно было в натуре и когда они были. Я, например, не заменяю никогда детали или даже шурупы вкручиваю, когда где-то там отвалился в шарнире, например. Казалось бы, его не видно. Можно вкрутить обычным крестиком. Я никогда крестиком не вкручиваю. Буду искать неделю или сколько, но найду обязательно тот, который там был. Под обычную отвертку. И желательно, чтобы он был ржавый. Вот только одна проблема. Запчастей к этим часам найти крайне трудно. Продают их редко и дорого. Первое время часовых дел мастер пытался обходиться поиском шестеренок и деталей корпусов на развалах и блошиных рынках. Но быстро понял. Наткнуться на что-то стоящее шансов мало. Теперь я уже не без всякого зазрения совести. Если я где-то вижу на свалке или где-то там старую какую-нибудь дверку от буфета старинного, потихонечку черк-черк-черк, я срезаю шпон кусочками. Я вот показывал там, я кусочками их сохраняю каждый, потому что где выбоина есть на каких-то часах, его туда вставил. Она уже того времени. И уже его подогнать легче. Сейчас в коллекции Геннадия Васина более 20 часов производства фирмы Генри, Мозер и Ко. Есть реликвии других знаменитых часовых фирм. Но только хронометрами увлечения техника авиалокации не ограничивается. Он восстанавливает самовары, керосинки, старинные утюги, картины и иконы. При этом о стоимости своей уникальной коллекции, говорит Геннадий Васин, никогда не задумывался. Сам процесс нравится, а как только часы или другой раритет восстановлены, реставратор теряет к ним интерес и берется за новый. Сейчас в мастерской Васина ждут своего часа еще около 10 хронометров фирмы Мозера. Дмитрий Черноскутов, Василий Попов, Евгений Федотов, Life.